Я не понимаю как это работает. Похожие и рекомендованные видео. Мы все мечтаем разгадать их секрет. Мы все мечтаем научиться с гарантией попадать в рекомендованные. Мы все хотим оттуда трафик. И мы знаем, что если ролик продвигается через похожие и рекомендованные, у него точно будет много просмотров. Нам рассказывают разные теории. Разные люди предлагают свое видение того, как ролик попадает в похожие и рекомендованные. Но по факту это все не работает. И когда я смотрю на примеры своих каналов и каналов моих партнеров, я удивляюсь. Например, здесь ролик более 90% трафика имеет из похожих и рекомендованных. У него нет какого-то мощного удержания. У него нет какой-то зверской изначальной динамики трафика. Он просто взял и начал набирать. А на другом канале картина может быть совсем иной. Я много думаю об этом. И иногда не могу заснуть, потому что приходят в голову новые идеи, которые хочется поскорее проверить. Пойти и снять что-нибудь новое или заказать создание ролика, загрузить, оптимизировать, посмотреть, как это будет работать. Но каждый раз меня постигало разочарование, потому что механика остается непонятной. Кто-то вам скажет, я точно знаю, как работают похожие рекомендованные видео, я точно знаю, как в них попадать. Я делаю это из раза в раз. Это манипуляция. Ну то есть кто-то может действительно в это верить, но по факту это пустая вера. Она не подкреплена действительностью. Или вам хотят продать какой-то курс, вам хотят продать обучение или секретную методику о том, как попадать в похожие рекомендованные видео. Но такие люди зарабатывают на продажах, а не на том контенте и трафике, который они создают и пропихивают в рекомендованные. Сейчас я приведу вам свои изыскания и свои рассуждения на эту тему. Я уверен, что будет интересно, потому что я покажу вам примеры. И это будут примеры тех роликов, которые набирают очень много просмотров. И более 90% трафика там из похожих и рекомендованных. Возможно, кого-то из вас это удивит. Давайте смотреть вместе. Причина, по которой видео не попадают в рекомендованные. На мой взгляд, эти цифры решают. Итак, давайте начнем с одного мнения, которое я не могу поддержать, поскольку оно противоречит фактам. Тем фактам, которые я уже показал и которые я покажу несколько позже. Здесь автор утверждает, что видео не попадают в рекомендованные исключительно потому, что у них в конце низкое удержание. В конце ролика низкий показатель удержания роликов. И все, что необходимо для того, чтобы ролики попадали, это тот факт, чтобы ролики досматривали до конца. Если за 20 секунд до конца видеоролика его удержание составляет 48, 49, 50 и более процентов, такой ролик будет на постоянной основе набирать огромное количество трафика из рекомендованных. Вот такая якобы существует закономерность. Почему взят показатель за 20 секунд до конца? Потому что в этот момент появляются конечные заставки. Но какая в этом причинно-следственная связь? Как это объяснить? С одной стороны, логично, что YouTube будет продвигать те ролики, которые досматривают до конца. А если сделать весь ролик, например, продолжительностью 20 секунд или 30 секунд, как это будет работать? Что-то здесь не хватает. Давайте пойдем по примерам. Вот видеоролик, который вы уже видели в начале этого сюжета. И здесь у нас внезапный рост трафика из похожих рекомендованных. 96% трафика в этом видео приходится на рекомендованное видео. Практически 100%. Ролик имеет почти 9 миллионов показов и 1,6 миллиона просмотров из рекомендованных по значкам видео. Это за период с 9 мая по 8 июня 2020 года, за 28 дней. Как вам такие показатели? CTR значков 18%. Всего просмотра за период 3 миллиона. Ну что, как думаете? Какое удержание у этого ролика? Делайте ваши ставки. Есть ли там 40% в конце? Та-дам! Удержание аудитории. 18%. 4 минуты, 26 секунд. Сам ролик 24,5 минуты. В конце там что-то в районе нуля. Удержание непрерывно сползает. По отметкам нравится, примерно как в среднем на канале. Где здесь те самые фишки, о которых бы вам сказано? Наверняка это работает как-то по-другому. Наверняка здесь другие закономерности. Хорошо, вы скажете, один ролик не показатель, исключение. Давай смотреть более большую выборку. Еще ролик. Что у нас тут? Тут у нас почти 2 миллиона просмотров. Удержание 19% в 4 минуты, в конце почти ноль удержания. Как вы думаете, какова структура трафика этого ролика? Откуда его смотрят? Пожалуйста. Его смотрят 96,6% из рекомендованных видео. Ну чего? Интересно? Вот у нас была такая структура по удержанию. И вот по просмотрам. Почти 10 миллионов показов. 15% CTR. 1,4 миллиона просмотров по показам значков. Вот. Второй ролик, да? Дальше идем. Еще вот у нас ролик. Удержание 3 минуты 16 секунд. 17-минутный ролик. 19% удержания. В конце тоже удержание около нулевое. Ну, по лайкам примерно подобная картина. 93,5% трафик из рекомендованных видео. Показов почти 2 миллиона. CTR под 20%. Набирает. Находится в рекомендованных. Да, дает хороший трафик. Так что здесь все не так-то просто. Давайте кратко выводы о том, что мы сейчас увидели. Как выстраивается вот эта конверсионная воронка? Я ее показываю справа, чтобы вы могли проще ориентироваться. Вот у нас есть процент показов в рекомендованных видео. Чем он выше, тем лучше, естественно. Это потенциальные зрители, которые видят значок, и они могут либо начать просмотр, либо нет. Если они начинают просмотр, то они совершают просмотр и попадают в статистику именно зрителей. Вероятность того, что зритель кликнет на ваш ролик и начнет его смотреть, если он увидел его в рекомендациях, определяется уровнем CTR. То есть, если CTR 18%, то значит 18 человек из 100 нажали и начали просмотр. То есть, из этого показателя людей, которые увидели ваш ролик в рекомендованных видео, некоторые начнут просмотр в соответствии с CTR значков. То есть, вот у нас есть показы 9 миллионов, 20% этих людей начали просмотр, это 1,6 миллиона. И, соответственно, у нас произошла конверсия в просмотр и в зрителей. И дальше, следующий показатель, это время просмотра. Здесь у нас уже влияет удержание аудитории. И показатель удержания аудитории, получается, находится на последнем шаге. И даже если он каким-то образом и влияет обратно на эту цепочку, на ее начало, то это влияние явно не отражается в том, что зритель должен просмотреть половину и более ролика, или к концу ролика должно быть удержание 40 плюс процентов. Это не так. Я считаю, что может иметь значение суммарное время просмотра. Поэтому длинные ролики при прочих равных имеют на YouTube преимущество и могут набирать просмотров больше в связи с механизмом рекомендаций. Самое важное – это помнить о принципе вот этой самой воронки. Потому что если у нас изначально будет мало показов, вот этот процент еще важен. В 99,2% случаев значки были показаны в рекомендациях. Это важно. Если этот показатель будет низким, то любой более-менее разумный CTR даст низкую конверсию в абсолютных цифрах. То есть не получится набирать много просмотров, если было мало показов. А вот сколько давать показов и как YouTube это решает – это, наверное, главная загадка. Это главный вопрос. Потому что картина может быть другой. Мы можем видеть вот такую картину. И здесь, кстати, вот вам сторонники поискового трафика, продвижения в топ-поиска. Это вам. Здесь поиск на YouTube на первом месте. Он приносит почти 35% трафика. На втором месте главная страница YouTube – 21%. И рекомендуемое видео – лишь почти 9%. То есть совершенно показатель ни о чем. И что мы видим в воронке конверсионной? Мы видим то, что показов здесь на порядок меньше. Здесь 1 миллион показов. Если там, напомню, было почти 9 миллионов показов, здесь 1. В 9 раз меньше. В 33% случаев значки были показаны в рекомендациях. А там в 99% случаев значки были показаны в рекомендациях. CTR здесь ниже. Да, это действительно так. И мы получаем, что из этого миллиона показов при 5% CTR лишь порядка 50 тысяч просмотров по показам значков. Как следствие, трафик у нас получается низким. И такая модель не позволяет нам эффективно продвигаться. Такая модель не позволяет нам получать просмотры, развивать канал. Это тупиковый путь. Отсюда сохраняется главный вопрос. Как YouTube определяет, кому и сколько дать показов? И как YouTube определяет, кому и в каком проценте случаев показать значки в рекомендациях? Какова связь? Как это влияет на подписчиков и не подписчиков? В этом вопросе вам никто не даст стопроцентного и исчерпывающего ответа. Мы это понимаем. И здесь можно лишь видеть определенные корреляции, которые не являются достоверными причинно-следственными связями. Как вы знаете, корреляция – это просто, когда мы замечаем параллельность двух явлений, что есть одно явление и есть второе явление. И как-то вроде создается впечатление, что есть некая взаимосвязь. Но корреляция не значит причинно-следственная связь. То есть нельзя сказать, что явление А произошло, потому что мы сделали действие Б. И наоборот. То есть нельзя сказать, что мы, например, сделали ролик продолжительностью 30 минут, у которого за 20 секунд до конца удержание 40%, и поэтому он набрал 90% трафика из похожих видео и продолжает быть в похожих. Это параллельно идущее явление. И причинно-следственных связей может быть огромное множество. Порой самые нелепые вещи возводят в ранг причинно-следственных связей. Например, прописание каких-то секретных тегов к видеороликам, дает им просмотр из похожих видео, или упоминание в тегах популярных каналов в рамках вашей ниши. Конечно, это так не работает. Конечно, есть закономерности, которые на YouTube существуют. Иногда это уязвимости в работе алгоритмов и в работе искусственных нейронных сетей. Иногда это понятные действия, которые необходимо предпринять для получения определенного результата. Но как бы то ни было, на YouTube есть не только определенные критерии, которые можно назвать, определить и достичь. Работа искусственных нейронных сетей – это некое подобие черного ящика, когда у нас есть входные параметры и выходные данные в виде ранжирования видеороликов, в виде показов, просмотров и так далее. А внутри этого черного ящика происходит некая магия. Таким методом, кстати, исследуют многие процессы в нейрофизиологии, когда у нас есть определенная мозговая структура, и мы можем давать некоторые сигналы извне и получать определенные ответы, результаты. И даже не зная структуру и то, как она работает сама по себе, мы можем устанавливать связь между раздражителем, то есть поданным эффектом, и результирующим вектором каким-то. То есть что получается в итоге. Таким методом изучают мозг человека. На ютюбе применимы такие же методы. А также методы статистической обработки. Но я думаю, вам это все не очень интересно, и вы по-прежнему задаетесь вопросом, что нужно для того, чтобы попадать в похожие рекомендованные, и почему одни ролики попадают, а другие нет. Почему мои видео не попадают в похожие рекомендованные? Почему мои ролики на канале Конуден не попадают в похожие рекомендованные? Мои ролики из-за структуры. У меня здесь конкретно в значительной степени поисковый трафик. И моя аудитория, активная аудитория, это, грубо говоря, порядка 5000 зрителей. Это число русскоязычных авторов ютюб-каналов, которые занимаются ютюбом на постоянной основе. И я не расширяю данную аудиторию. Если делать здесь другой контент под широкую аудиторию, более хайповый, который будет охватывать больше потенциально заинтересованных людей, можно добиваться других результатов. Что же касается массового контента, то там нужно обратить внимание на несколько вещей, на которые мы можем повлиять. Это, конечно, продолжительность видео. При сохранной динамике насыщенности ролика, чтобы он не был скучным, чтобы его не вырубали. Тем самым обеспечить более высокое суммарное время просмотра видеоролика. Это, конечно, CTR. CTR очень важен. Надо стараться для развлекательного, для массового контента поддерживать CTR на уровне 5+. В диапазоне от 5 до 10% это очень хорошие показатели. Но не скатываться к ошибкам в определении CTR. Есть ролики, у которых единицы просмотров, но CTR при этом может быть 15, 20, 30. Это не репрезентативно, на это мы не ориентируемся, это чисто статистическая погрешность. Мы говорим о роликах, на которых 1000 плюс просмотров, там уже можно более-менее оценивать показатель CTR. И мы можем на него повлиять. Есть понятные схемы, понятные алгоритмы, как повысить CTR за счет названия видеоролика и значка видеоролика. Методички с рекомендациями по созданию названий и значков есть в описании к этому видео. И остается два элемента, на которые мы не можем оказать непосредственное влияние, создавая и изменяя контент. Это показы и это процент случаев, когда значки были показаны в рекомендациях. Это тот самый черный ящик. И многие спекулируют на эту тему, утверждая, что они знают, что внутри черного ящика. Но это не что где когда. И здесь, в конце игры, черный ящик не откроется, потому что это коммерческие технологии YouTube. И это безопасность платформы. Потому что если открыть черный ящик, то дальше каждый, у кого есть определенные технологии, возможности и деньги, сможет манипулировать этим самым черным ящиком. Поэтому здесь всегда будут оставаться только догадки. И система будет трансформироваться и видоизменяться. А если она будет видеть, что кто-то учится манипулировать и находит способы влияния на эту систему, она будет перестраиваться, а нарушителей будут получать по заслугам. Ведь никто не любит, когда посторонние раскрывают его секреты. И это не какая-то конспирология. Это чистый капитализм, бизнес и корпоративная безопасность, конфиденциальность и коммерческая тайна. Вещи, на мой взгляд, довольно очевидные. Поэтому нам нужно делать то, что мы можем. Создавать контент, который может быть потенциально интересен широкому кругу людей. Если наш канал заточен под продвижение через похожие рекомендованные видео. Делать его интересным и насыщенным. При этом стараясь делать видеоролики достаточно длинными. Не снижая при этом качество. Обеспечивать высокий фактор обнаружения видеороликов. Смотреть за трендами. Использовать те инструменты, которые нам доступны. Такие, как VDIQ и подобные. Где можно оценить частотность и уровень конкуренции ключевых поисковых запросов. Анализировать каналы конкурентов. И не только на русском языке, но также и на английском. И при всем этом, что бы мы ни делали, остаются факторы неопределенности. То есть, может и не получиться. И это нормально. И мы будем продолжать работать. И тогда, рано или поздно, мы будем достигать результатов. При условии, что мы будем внимательны. И мы будем отслеживать, где и какие ошибки мы допускаем. Совершать ошибки – это нормально. Повторять ошибки – это тупиковый путь. Поэтому делаем, экспериментируем, не сдаемся. Ну и кстати, в нашей бесплатной школе, мы вместе с нашими партнерами, изучаем каждый конкретный канал. И пытаемся найти выход в индивидуальном порядке, чтобы дать те рекомендации, которые будут работать именно для данного автора. И зачастую они работают. Если автор их выполняет и прислушивается. Школа бесплатная. Без каких-либо скрытых платежей. Ссылка также есть в описании. Так что, кто не был, присоединяйтесь, если вы, конечно, хотите экспериментировать и получать больше трафика. Я думаю, вы сможете это сделать. А я буду продолжать свои эксперименты. И если будет появляться новая информация, я буду рад поделиться с вами. Спасибо. С вами Коно Ден. Говорим про YouTube. Подписывайтесь и отправьте это видео друзьям-ютюберам. Я думаю, что им есть что добавить к моим словам. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok